Каждый химчанин может прийти, это своеобразный фримаркет это называется. В комнате на полках аккуратно разложены книги, игрушки и одежда, которые должны были отправиться на свалку. Впрочем, теперь эти вещи могут послужить новым хозяевам, рассказывает экоактивист Дмитрий Трунин. Каждый химчанин может прийти, взять тут вещи для повторного использования. Почему это нужно? Потому что нам надо беречь ресурсы нашей планеты, которые тратятся для производства всех этих вещей. Глобальные перемены начинаются с самого себя, уверен Дмитрий Трунин. Поэтому он решил создать экоцентр. В доме по улице Московской, 22, дробь 1, из подвального помещения сделали пункт приема, куда сознательные горожане смогут принести не только секонд-хенд, но и мусор для последующей переработки. Пластиковые бутылки, батарейки, бумагу и текстиль. Мы тут собираем 20 фракций отходов, и их число постоянно увеличивается. Кроме этого, нам нужны и волонтеры, которые нам будут помогать, потому что проект полностью благотворительный, и мы его организуем за свой счет. Идею открытия экоцентра поддержали в администрации ХИМЭК. Активистам предоставили помещение под это благое дело. Депутат Владислав Наганов уверен, что химчане поддержат идею раздельного сбора мусора. Цель всего этого проекта – это экопросвещение. Здесь мы будем людям объяснять, насколько это полезно для природы, для экологии. И люди сами заинтересуются этим, и это будет максимально распространяться в городе. Вот в этом наша основная задача. На открытие пункта приема приехали экоактивисты со всего Подмосковья. Люди уверены, важно, чтобы другие муниципалитеты подхватили идею создания такого центра. Это должно быть пионерным проектом, грубо говоря, для того, чтобы это была целая развернутая сеть, огромная сеть, которая затряснет пусть даже всю Российскую Федерацию, чтобы мы в конечном итоге пришли к опыту СССР, которым сейчас пользуется вся Европа. И вот этот раздельный сбор мусора, утилизация и так далее. В качестве альтернативы именно вредному мусоросжиганию и вот этим вот полигонам, которые сейчас перегружены и которые отравляют жизнь нашему населению. Пока экоцентр будет работать по средам с 16 до 20 часов. С увеличением числа волонтеров изменится график его работы. Активисты планируют, что количество таких пунктов будет расти.